Женское здоровье, красота женщины, возможность родить здоровых детишек напрямую зависит от того, как работает в женском организме эндокринная система. К эндокринной системе в женском организме относятся такие органы, как гипофиз, щитовидная железа, яичники, матка, молочные железы, надпочечники. Это звенья одной единой системы. От их согласованной работы и зависит правильная выработка половых гормонов, то есть в нужное время вырабатываются необходимые гормоны в достаточном количестве и в определенном соотношении. Эндокринная система в женском организме изначально работает более напряженно, чем в мужском. Она более чувствительна к стрессам, к отрицательным эмоциям, к напряженному темпу жизни. Эти факторы чаще всего и нарушают согласованную работу отдельных звеньев эндокринной системы и приводят к развитию дисгормональных нарушений. Нарушается гормональный фон, появляются узлы и кисты в щитовидной железе, молочных железах, яичниках и в матке. На фоне дисгормональных нарушений формируются и развиваются такие заболевания, как эндометриоз, кисты яичников, миомы, мастопатия, заболевания щитовидной железы. Часто у женщин репродуктивного возраста развиваются нарушения менструального цикла и появляются проблемы с зачатием. А у женщин более старшего возраста климактерический период проходит с осложнениями. Все эти проблемы начинают формироваться в детском возрасте и проявляются уже в подростковом периоде. На этом этапе эти проблемы устранить быстрее и легче. Но если эта возможность упущена, то у женщины очень быстро и очень рано начинает формироваться целый букет эндокринных заболеваний. Возникает вопрос, как и у кого лечиться с такими проблемами? Узкие специалисты, гинекологи, эндокринологи, мамологи, как правило, назначают заместительную гормональную терапию. А как показывает практика, лечение женских заболеваний гормонами не восстанавливает гормональный фон и не устраняет дисгормональные нарушения, а лишь временно замещает недостающие гормоны. Выработка собственных гормонов при этом не восстанавливается. Уже имеющиеся нарушения в эндокринной системе только усугубляются. Так что же делать с нашим женщинам? Помимо гормональной терапии существуют немедикаментозные способы лечения. С приходом в нашу жизнь электронных технологий был разработан современный способ, имеющий ряд неоспоримых преимуществ. Это компьютерная рефлексотерапия. С помощью компьютерной рефлексотерапии включаются процессы саморегуляции и самовосстановления организма. При этом осуществляется выработка собственных гормонов, в результате чего нормализуется структура и функция репродуктивной системы и щитовидной железы, приостанавливается рост узлов и кист. Они постепенно уменьшаются в размерах. Регулируется менструальный цикл, появляется реальная возможность самостоятельно забеременеть и родить здорового ребёнка, а климактерический период пройти без особых проблем. Лечение гипотириоза и гипертириоза без применения гормональной терапии. С 1 по 8 сентября УЗИ и консультация заведующей отделением за 1500 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова